Сердце девушки сжалось, когда она увидела крошечные мордашки очаровательных малышей. Как отряд котят оказался в глуши? Как это? Первое, что люди узнают о Бри Тейлор, когда они встречаются с ней, обычно это одна из двух вещей. Что она добрый человек и что она очень любит животных. Она не только любит кататься на лошадях, но и старается изо всех сил спасать животных всякий раз, когда они встречаются на ее пути. И эта история продолжает доказывать это. Это случилось, когда девушка гуляла со своей собакой Коду за пределами своего города на юго-востоке Квинсленда, Австралия, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Хотя Бри знакома с животными, она не ожидала увидеть, что выскочила из травы в тот солнечный день. Это была стая котят, и они, казалось, были в беде, так как какой-то нелюдь просто выкинул этих малышей в таком безлюдном и вдалеке от жилища месте. Сердце брижалось, когда она увидела крошечные мордашки очаровательных малышей. Она испытала безграничную любовь к ним, но она была в шоке. Как отряд котят оказался в глуши? Как это? Кто бросил их на смерть? Где была их мать? С ней все в порядке? Затем она начала волноваться. А что, если бы это была стая диких котят, зараженных бешенством, которые намеревались напасть на нее? Подобные вопросы кружились в голове Бри. Девушка вспоминает, «Честно говоря, я думала, что они были маленькими дикими котятами, которые могут напасть на мою собаку, защищаясь. Поэтому мы как бы отошли назад, потому что я думала, что мама-кошка тоже где-то поблизости». Поскольку мать так и не появилась, Бри поняла ситуацию. Это была не стая диких котят, это была группа домашних котят, которые хотели, чтобы Бри позаботилась о них. Они подошли ко мне, так как я села на землю, и начали мурлыкать и просить кушать, так как были очень голодны. Котята проявили любовь к девушке с самого начала. Я просто не могла поверить, что их было 10 штук, и я была еще более удивлена, что все они хотели всего лишь ласки и обнимашек. Я поняла, что они не были дикими, потому что они не шипели, они мяукали и прыгали на меня. Они точно знали, что такое человек. Девушка даже не думала оставлять их. Ее единственная мысль была о том, как она может помочь этим котятам. Она решила спасти их прежде, чем какое-то опасное австралийское животное убило бы их, если бы она их бросила на произвол судьбы. Я больше нервничала потому, что их была целая куча, 10 штук, и я просто физически не смогу унести их, так как у меня с собой не было сумки или пакета, куда бы я смогла положить малышей, и даже попыталась остановить машину. Но на дороге не было ни одного автомобиля, и тогда девушка решила потихоньку идти к своему дому, зовя за собой эту пушистую стаю. И о радость, котятки стали бежать за ней сами. Так они не отставали от девушки до самого ее дома, пробежав за своей спасительницей несколько километров. Бри забрала котяток домой, где они немедленно были накормлены, но была в ярости от того, что кто-то оставил их умирать в дикой природе. «Если вы не можете позволить себе держать свою кошку и найти дом для котят, не бросайте их на дороги, они уже зависят от людей, это очень жестоко». Почему бы вам не стерилизовать свою кошку, если не хотите иметь проблемы с ее постоянным приплодом? Самое жестокое существо на свете – это человек. А вы что думаете об этой истории?